В данном видео я продолжу тему, почему нельзя победить, но сегодня этот выпуск будет не совсем обычным. Мы с вами уже привыкли, что советы, как победить, которые мы с вами анализируем, довольно глупы и легко разбиваются о логику и внимательность. Однако есть и ряд исключений. Сегодня к нам в гости заглянет мой любимый англоязычный канал по тематике, как победить. Что ж, давайте узнаем, можно ли, используя полученные советы, победить Йотуна или нет, да и вообще выжить в фильме Ритуал. Вот если бы у героев была собака, то они точно бы выжили. Четвероногий друг поможет найти верную дорогу, предостережет об опасности. Об него можно погреться, да и вообще с ним веселее в пути. А некоторые собакины вообще могли бы в одиночку любого Йотуна одолеть. Ну нахер. Например, как знаменитый пес Чипс, который во время Второй мировой войны в августе 1942 года стал военнослужащим армии США. Он прошел ускоренный курс подготовки с выдающимися результатами и уже через полгода охранял Рузвельта на конференции в Касабланке. Спустя еще полгода Чипс участвовал в операции Хаски в Сицилии. Взвод солдат, к которому он был прикреплен, попал под пулеметный огонь замаскированного Дота. Чипс побежал к нему и, несмотря на полученные ожоги и травмы, смог захватить четырех солдат противника, перепуганных до усрачки. Той же ночью, несмотря на ранения, он обнаружил десятерых итальянских солдат и помог взять их в плен. Собакин был награжден пурпурным сердцем, крестом за выдающиеся заслуги и серебряной звездой. В 1945 году Чипс вернулся домой к хозяину и счастливо жил обычной собакой. А узнал я эту информацию, играя в World of Warships. Там можно устраивать замесы на огромных кораблях, попутно узнавая боевую историю флота. Чтобы было проще нагибать своих противников, регистрируйся по ссылке в описании и забирай большой набор подарков, среди которых два крутых корабля. А как только наберется хотя бы 200 игроков, скачавших игру по моей ссылке, я выпущу новую часть ужасов паровозика Томаса. Есть одна очень интересная тема. Ну а я начинаю. Англоязычный канал, про который я говорил, это фильм Хэральд. Особенность его роликов заключается в том, что он не дает простые и односложные советы, как остальные ютуберы по тематике «Как победить». Фильм Хэральд сначала оценивает условия, в которых оказались герои, и ситуации, с которыми им нужно будет справиться. Он не старается откомментировать каждое действие персонажа, давая нелепые советы. Что, например, тут вы слишком громко пукнули, а тут должны были подставить своего друга. Нет, фильм Хэральд сосредотачивает свое внимание на двух, трех или четырех основных способах и разбирает их, попутно оценивая качество своих же советов. Ах да, не забудем и тот факт, что именно фильм Хэральд придумал рубрику «Как победить». Остальные ютуберы ее подрезали, не сказав ему даже спасибо. Ну, поехали. Для начала очень коротко про сюжет фильма, чтобы у нас было понимание происходящего. Четверо друзей, люк, дом, хач и фил, отправляются в Швецию, чтобы пройти по популярной туристической тропе Кунгследен, или Королевская тропа. Таким образом, они хотят почтить память своего погибшего друга. Во время путешествия дом повреждает колено, и друзья решают срезать через лес, надеясь быстрее закончить поход. В лесу они натыкаются на подвешенного и вспоротого оленя, а ночью находит брошенную хижину и решает в ней заночевать. Внутри они также обнаруживают соломенного идола с рогами. Это что за хуйня? Всем персонажам снятся жуткие сны, а люк еще и очухивается за пределами хижины со странными отметинами на груди. Утром дом замечает тропу и уговаривает друзей идти именно по ней. Наступает ночь, а выхода из леса герой так и не находит. Им опять снятся странные сны, а хач и вовсе пропадает. Услышав его крик, друзья отправляются на его поиски, но в итоге теряются в лесу. Через несколько часов они находят хача, посаженном на ветке деревьев и с распоротым брюхом. Троица пытается найти выход из леса, но с наступлением ночи Фила утаскивает какое-то жуткое существо и также потрошит. Люк и дом бегут, попадая в поселение. Но местные жители оказываются негостеприимными. Они ловят наших героев. У каждого из этих пугающих людей на груди имеется такая же метка, что и у Люка. Местная девушка объясняет, что они поклоняются древнему могущественному существу Йотуну, который является потомством самого бога Локи из германской скандинавской мифологии. За поклонение монстра дарует им неестественно продолжительный срок жизни. Дома жертвуют Йотуну, а Люку удается освободиться от пут. Он находит комнату, полную живых мумий и сжигает их. Разозленное божество убивает всех своих последователей, виняя их в случившемся. Затем Йотун заставляет Люка поклониться ему, но герой атакует его топором и сбегает из проклятого леса. Перед тем, как услышать советы и дать им оценку, давайте пройдемся по условиям, в которых оказались герои. Плюс обсудим и самого Йотуна. В начале фильма в походе они находились уже третий день, а в конце из леса Люк выбрался на седьмой день. То есть главному герою потребовалось где-то 90 часов после входа в лес, чтобы его покинуть. Из оборудования, по крайней мере первую половину фильма, у них были палатки, спальники, туристическая плита, ножи, компас, еда, вода и спички. Кстати, тут фильм Хэральд допускает ошибку, говоря, что у героев совершенно дурацкая карта. На ней якобы указан парк Сарека, рядом с ним королевская тропа, по которой они шли. Хэральд говорит, что этого быть не может, так как парк и тропа находятся в 40 километрах друг от друга. Это не так. Королевская тропа в определенном моменте идет вдоль парка. И многие туристы специально сворачивают в него, чтобы посмотреть на долину Рападалин. На эту ошибку Хэральду даже указали в комментариях. Но да ладно, скажем, что это была простая невнимательность. Что важно, так это то, что карта дает нам очень много полезной информации. Например, что парк Сарек представляет собой не совсем приятненькую равнинку. Тут есть множество рек и озер, гористые места и глубокие овраги. И в том месте, где герои решили срезать, то есть идти коротким маршрутом после того, как дом повредил ногу, все указанное добро присутствует в больших количествах. Есть даже горы в высоту до 2000 метров. Такая себе короткая дорожка. Ну а что там с Йотуном? Кстати, забавный факт. В книге Адама Невилла, которая вышла в 2011 году и по которой впоследствии был снят фильм, у Йотуна есть имя Модор. И он женского пола. Но книги касаться мы не будем, так как фильм является адаптацией. В фильме Йотун это жуткая хрень с телом гигантского мутированного лося. Головой в виде человеческого тела и руками идущими от того места, где должна по идее быть пасть. Убить эту тварь нельзя. Можно нанести ей повреждения, но этим вы лишь больше разозлите существо и вынудите переключить внимание именно на вас. В распоряжении героев нет оружия, способного убить Йотуна. Если такое оружие вообще есть. А у меня еще и ножик есть. И мы будем идти туда, куда говорил Хач, пока не выйдем из этого ебучего леса. Понятно? Другой особенностью монстра является возможность вызывать у своих жертв галлюцинации. И даже вынуждать их делать определенные вещи против своей воли. Фил! Ты что делаешь? Фил, ты что делаешь? Независимо от того, сколько человек входит в его лес, Йотун выбирает одного с наибольшими душевными страданиями. И помечает его своим знаком. Остальных же он убивает ритуальным образом, насаживая на деревья и потроша. Кстати, тех, кого тварь хочет сделать своими прислужниками, она помечает руну Одал, что можно перевести как имущество. Слуги также начинают жить дольше, но при этом они не получают вечную молодость, а просто не могут долго умереть. Поэтому Люка нашел тех самых живых мумий, в которых рано или поздно превращаются все сектанты. Теперь же, разжевав многие моменты, давайте перейдем к анализу советов, как победить. Довольно скоро героям становится понятно, что Йотун атакует только в ночное время. Существо постоянно преследовало главных героев, но днем не предпринимало никаких действий. Персонажи в первую ночь в лесу остановились в заброшенной хижине, и ни один из них не погиб. На следующий день они наткнулись на еще один домик. Фильм Хэррель делает предположение, что, возможно, ночевка в таких хижинах является безопасной, и Йотун вас в них атаковать не сможет. Благодаря тому, что мы с вами вначале разобрали способности монстра, мы уже знаем, что этот вариант не сработает. Тварь может долбить своих жертв галлюцинациями, вынуждая их совершать разные поступки. Например, главный герой Люк в первую же ночь после приснившегося ему кошмара, когда проснулся, обнаружил себя в лесу. При этом он нашел на своем теле метку Йотуна, то есть существо имело с ним физический контакт. Следовательно, этот совет, как победить, работать не будет. Плюс не забудем, что в хижине, где вы собрались спать, могут оказаться шизанутые сектанты, которые точно принесут вас в жертву своему божеству. Дальше Херальд предлагает нам забраться на деревья, если вдруг поблизости не будет хижины. Он также уточняет, что рост Йотуна довольно внушительный, где-то 3 метра. А если он встанет на задние лапы, то и того больше. Поэтому следует выбирать деревья повыше. Но и тут есть нюансы. В фильме нам показали, что монстр довольно легко валит крупные деревья. План с деревом мог бы сработать, при условии, что оно было бы мощным и высоким, желательно секвойей. Но в парке Сорек их не было. В фильме все деревья в целом были почти одного размера, и почти у всех у основания не было крупных веток, чтобы по ним залезть. Поэтому план с деревом не прокатит. Плюс опять вспоминаем про галлюцинации. Даже если вы ночью заберетесь на крупное дерево, Йотун может кошмарами вынудить вас спуститься. Фильм Хэрральд в целом и сам не особо доволен такими советами, а потому он выдвигает новое предложение. Сразу скажем, что этим предложением недоволен уже я, хотя оно и имеет место быть. Нам предлагают... Остаться в лесу и поклоняться Йотуну. Чего, блядь? Этот совет не отражает сути названия «Как победить», а скорее просто поможет вам выжить, если вы вдруг попали в подобную ситуацию. Но давайте послушаем рассуждения Хэральда. Что же, нас пометили руны О'Дал и хотят сделать слугой Йотуна. Все, кто были с нами, друзья или семья погибнут, а нам больше никогда не позволят покинуть проклятый лес. В качестве оправдания нам указывают, что срок нашей жизни существенно возрастет. Может быть сотни или даже тысячи лет. Вроде бы это должно нас утешить. Единственное, что сильно расстраивает Хэральда, так это то, что среди сектантов нет привлекательных женщин. А потому утешать темными ночами вам придется себя самому. Ну или в компании мужиков, коих тут в избытке. Но ведь самая большая проблема-то в другом. Продолжительный срок жизни, как мы уже выяснили, не отменяет старение. В итоге через сто лет вы превратитесь в высушенную грушу. В таком виде вы будете целыми днями сидеть в специальной комнате и пялиться в темноту. Такая себе перспектива на долгую жизнь. А еще вам придется жить среди психопатов, вместе с которыми вы будете должны приносить всех встречных путников в жертву Йотуну. Стоит ли оно того? Я думаю, что нет. Какие же вы долбоебы. Уроды. Переходим к следующему совету, который фильм Хэральд называет самым худшим из возможных. Суть в следующем. Люк был выбран Йотуном и монстр пожелал, чтобы мужчина преклонился перед ним, став слугой. Но герой отказался. Девушка-сектант сказала, что если этого не сделать, божество убьет непокорного. Однако Люк не преклонился и при этом остался жив. Тварь лишь попыталась силой заставить его еще раз упасть на землю и показать смирение. Так если Йотун не хотел убивать помеченного своей меткой героя, то почему бы ему просто было не уйти? Вместо этого Люк попытался застрелить существо, а потом ударил его топором. Ну, ответ-то тут довольно простой. Йотун отчаянно хотел, чтобы главный герой стал его слугой по одной простой причине. Всех других своих прислужников он буквально пять минут назад поубивал из-за того, что они допустили уничтожение живых мумий в огне. Монстру нужны были новые последователи, и первым среди них должен был стать именно Люк. Возможно, без них он мог бы потерять свои силы или какие-то способности. К слову, удар топором был той самой спасительной ниточкой, которая и помогла главному герою выбраться из леса. Получив рану, Йотун замешкался, что и дало мужику возможность убежать. Следующий совет от Херальда гласит, что героям не нужно было вообще идти в лес. Сейчас вы можете возразить, но ведь тогда бы и не было самого фильма. Обычно такие советы очень глупые. Например, как в фильме «Чужой», что команде Нострома не нужно было лететь на ЛВ-426. Однако в этот раз доводы, почему так поступать не следовало, очень убедительные. Судите сами. Ситуация-то довольно простая. Каждый человек, который занимается пешим туризмом, и который вдруг случайно подвернул ногу, знает, что ему ни при каких обстоятельствах не следует сходить с тропы. Изначально идеей схода персонажей фильма «С тропы» было именно повреждение домом колена. Сам дом сказал, что он не собирается идти 14 часов с такой травмой по дороге. И что в итоге? Выбрав короткий маршрут через лес, персонаж прошагал на своей бедной ножульке аж целых 75 часов. А потом сдох. Если бы краткий путь был реально кратким, он был бы основным. И понять, что изначально сходить с тропы не стоило, можно было по карте, которая была у героев. Судя по ней, на их коротком пути, как мы уже выяснили ранее, были реки, горы и овраги, а самое главное, по большей части не было вменяемой дороги. Королевская тропа или Кунгследен – это, само собой, не асфальтированная дорога. Но это вполне себе комфортная протоптанная туристами тропинка. Так где же лучше было идти с поврежденной ногой? Плюс на Королевской тропе можно часто встретить горные станции и хижины, оборудованные под туристов. Они могут быть как пустые, так и со смотрителями. Тут дома с его коленом точно бы оказали помощь. Плюс даже в пустых хижинах есть минимальный набор медикаментов и еды, и дрова для разжигания. Не забудем, что по Королевской тропе часто можно встретить и других туристов. И получается, что совет не ходить в лес на самом деле идеален. Это точно хорошая идея? А что, леса боишься? И тут стоит добавить еще один факт. У героев еще до захода в лес телефоны не ловили связь. То есть они не могли позвонить своим родным и друзьям. Телефон тоже дать? Нет, телефон не нужен. Да и связь один черт не ловит. Но при этом у них в любом случае была возможность сделать звонок по экстренному номеру 112 и вызвать помощь. Этот номер работает даже в отсутствии связи на всей территории Швеции на протяжении всей Королевской тропы. Вот такие дела. А что бы вы сделали, если бы попали в такую же ситуацию, что и главный герой фильма Ритуал? Стали бы поклоняться Йотуну или нашли какой-нибудь хитрый способ спасения? Пишите об этом в комментариях. Мне на одном фестивале в такой машине подрочили. Спасибо, Фил. Это все на сегодня. Например, главный герой Люк в первую же ночь после приснившегося ему��... Тварь лишь попыталась силой заставить его еще раз... Еще... Тварь лишь попыталась силой заставить его еще раз... Монстру нужны были новые последователи, и первым среди них должен был стать именно Люк. Используй силу люк